Вы знаете, мне запомнилось выступление на одном из телемарафонов в начале вот этого карантинного сезона, когда ведущие со сцены вдруг начали говорить, что из советского прошлого нам необходимо вспомнить такой термин, как солидарность. Нам необходимо быть вместе всем. И голодным, и сытым, и богатым, и бедным необходимо обняться и проявить солидарность. Мне кажется, что вот тут, да, внезапно советское прошло оказывается востребованным, оно оказывается нужным. Когда нам нужно сплотиться, когда, как нам часто повторяют первые лица государства, главной и единственной идеологией, другие не приветствуются, не допускаются, является некий абстрактный патриотизм. Патриотизм Дерипаски, допустим, патриотизм несчастных рабочих, в том числе принадлежащих Дерипаски предприятий. Так вот, эта солидарность на самом деле гораздо больше общего имеет с итальянским солидаризмом 30-х годов. Вы знаете, да, что из этого солидаризма в конце концов выросло? И эта идея солидаризма, она появилась как противовес, как ответ на Октябрьскую революцию в России, на появление советского государства. Солидаризм в Европе проповедовал единение классов вокруг какой-то одинаково важной для всех идеи. Идеи патриотизма, если говорить общими словами, идеи крови, почвы, общей истории или расы в некоторых особых случаях. Поэтому, когда я слышу вот такие ссылки на советскую солидарность, если честно, мне немножко страшно становится.